Добрый день, уважаемый Антон Николаевич, Руслан Александрович. Добрый день, уважаемые коллеги. Мы третий год уже участвуем в реализации части национального проекта, наших региональных проектов борьбы с онкологическими заболеваниями. И, наверное, мы столкнулись все с вами с самой сложной проблемой. Это организация, работа центров амбулаторно-онкологической помощи. Ну и сталкиваемся сейчас еще с более сложной проблемой. Это организация работы первичного звена, диспансеризация. Потому что, как бы мы с вами хорошо не лечили в наших учреждениях третьего уровня, показателей национального проекта нам достичь не удастся без нормальной работы наших первого и второго уровня. И когда мы в республике нашей создавали первые центры амбулаторно-онкологической помощи, по классической схеме, мы столкнулись прежде всего с крупными проблемами. Первая проблема – это кадровый дефицит, отсутствие кадров. И вторая тоже немаловажная проблема – это отсутствие финансирования, отсутствие средств финансовых для того, чтобы на базе центров амбулаторно-онкологической помощи функционировали полноценные дневные стационары против опухолекарственной терапии. У центральных районных больниц, городских больниц, на которых были организованы центры амбулаторно-онкологической помощи, план финансовой деятельности не позволял закупить достаточно таргетных препаратов, достаточно иммунных препаратов, для того, чтобы обеспечить доступность этими видами лечения пациентов на местах. В то время нам повезло, у нас рядом есть прекрасная республика Татарстан с очень сильной онкологической службой, с организацией очень сильной. И посетив республику Татарстан, мы увидели, что в двух крупных городах существуют филиалы Казанского республиканского онкологического диспансера в виде отделения против опухолекарственной терапии в набережных Челнах. И вот в двух городах эти отделения работают прекрасно, то есть в аренде находятся в БСМП, в помещении, где работают именно врачи, и препараты используются централизованно, привозятся из диспансера. Сейчас на данный момент республика Татарстан пошла еще дальше, сейчас у них уже в этих двух городах открыты полноценные маленькие онкологические диспансеры, но, к сожалению, не все регионы способны осилить такую организацию онкологической службы. И тогда мы пошли на эксперимент, мы отказались от отделения дневного стационара в наших центрах амбулаторной онкологической помощи и открыли на базе центров амбулаторных, на тех же медицинских учреждениях, где расположены центры амбулаторно-онкологической помощи, отделения филиалы нашего онкологического диспансера, отделения противопоколекарственной терапии с круглосуточными, соответственно, дневными койками, с централизованным закупом препаратов. И дальше расскажу. И вот посмотрите, как на карте расположены, у нас уже на данный момент открыты все запланированные 13 центров амбулаторно-онкологической помощи. Наша республика, она довольно-таки большая, это 143 тысячи квадратных километра. 60% населения проживает в городах, 40% в районах. Есть регионы, где очень низкая плотность населения. И вот, соответственно, центры амбулаторно-онкологической помощи мы наиболее рационально постарались распределить с учетом плотности населения по всей нашей республике на базе крупных учреждений. И вот посмотрите, как расположены, то есть три центра амбулаторно-онкологической помощи расположены в городе Уфа. В городе Уфа проблем нету с противопоколекарственной терапией и доступностью ее для жителей региона. А вот в тех городах, на тех же базах, где расположены цаопы наши без отделений дневных стационаров, в этих же городах и районах расположены отделения противопоколекарственной терапии, филиалы РКОД. Всего 357 коек, из них 112 круглосущных, 245 дневных. Какие проблемы? Проблемы мы все понимаем, основная проблема любого центра амбулаторно-онкологической помощи это, конечно, кадры. Если взять те центры амбулаторно-онкологической помощи, которые расположены непосредственно в городе, где менее выражен кадровый дефицит, мы видим, что это ГКБ 13, 21, там по 70-80%, вполне приличная комплектация кадрами. Но вот в одном из них у нас только меньше 50%, но это временное явление, связанное прежде всего с мобилизацией. То вот так совершенно другая картина, это по республике. Это те центры, где кадров, к сожалению, не хватает, и несмотря на подготовку кадров, несмотря на то, что мы выпускаем сейчас по 50 клинических координаторов каждого выпуска, людей уехать на периферию работать, заставить, очень-очень сложно. И мы видим, что Кумертау 50%, Октябрьский 25%, Стролитомак меньше 50%, Белорецк 57%. Вот такая у нас укомплектованность кадрами в центрах амбулаторно-онкологической помощи. В Салавате колоссальный дефицит кадров, Месигутова меньше 50%, Сиба и так далее. То есть наполовину, максимум наполовину у нас укомплектованы центры амбулаторно-онкологической помощи. Чем они у нас занимаются? Они занимаются прежде всего диагностикой и, конечно же, диспансерным наблюдением за нашими пациентами. Непосредственная работа первичных онкологических кабинетов и центров амбулаторно-онкологической помощи, она, конечно, взаимосвязана при помощи системы телемедицинских консультаций с нашим онкологическим диспансером. А непосредственно на местах плотно организована работа с отделениями противопухолекарственной терапии, филиалами РКОД. И вот мы видим, что если за 2021 год было выполнено в ЦАОПах 153 808 посещений, за 9 месяцев 2022 года 95 377 посещений, то в филиалах РКОДа наших отделений противопухолекарственной терапии выполнено 5 344 посещения и выполнено 13 621 курс противопухолекарственной терапии. При том, что в самом онкологическом диспансере всего прошло 17 500 курсов противопухолекарственной терапии. Как взаимодействие идет центров амбулаторно-онкологической помощи с онкодиспансером, в этом, конечно же, огромную роль играют телемедицинские консультации. Пациент, приходя и обследуясь в Центре амбулаторно-онкологической помощи, пройдя все возможные методики обследования, все его данные отправляются по телемедицинскому каналу в онкологический диспансер, у каждой нашей специалиста имеет 2 часа времени в свою смену на ответы на телемедицинские консультации, он анализирует все данные, которые пришли ему, и если необходимо какое-то дообследование в условиях онкодиспансера, на утренние часы записывает пациента дообследование через час-два, то есть с учетом того, как будет готов результат к соответствующему специалисту, и в обед, уже после обеда, на консилиум, либо к заведующему, в зависимости от ситуации. И вот мы видим, что в 2021 году через Центр дистанционных консультаций, это внутренние консультации межреспубликанские, было выполнено практически 51 тысяча консультаций, вот за 9 месяцев 2022 года порядка 40 тысяч консультаций, ну и, конечно же, телемедицинские консультации с федеральными центрами, большую помощь нам оказывают, в 2021 году их было 470, за 9 месяцев 2022 года 428 консультаций. Что еще позволяет нам контролировать работу первичного онкологического кабинета, Центра амбулаторно-онкологической помощи, это Центр управления рисками, который интегрирован в единую информационную систему Республики. Он состоит из двух частей. Первая часть – это контроль диспансерного наблюдения за ЗНО, и вторая часть, которую мы только что начинаем реализовывать, это контроль за пациентами с подозрениями на злокачественное образование. Ежедневно в режиме реального времени мы видим тех пациентов, которые нуждаются в вызове на диспансерное наблюдение, сотрудники этого Центра созваниваются с врачами Центров амбулаторно-онкологической помощи и первичными онкологическими кабинетами. Таким образом, нам пока удается достигать целевого показателя по диспансерному наблюдению пациентов. Вторая часть Центра управления рисками, которая также интегрирована в систему, это подозрение на ЗНО, она у нас пока на начальном этапе находится, и мы сейчас включили еще вторую функцию, привлекли страховые компании и всех пациентов с подозрением на ЗНО, которые высветились, опять же, в режиме реального времени, обзванивают представителей страховых компаний, сидящие в онкологическом диспансере непосредственно, и контролируют сроки и качество оказания, обследования и оказания им онкологической помощи. Но ни один Центр амбулаторно-онкологической помощи не смог бы работать без, конечно же, переоснащения. Мы знаем, что довольно-таки большие средства тратятся на переоснащение Центров амбулаторно-онкологической помощи и всей онкологической службы. Вот в нашей Республике отдельно региональный бюджет выделял средства, и основное, то, что мы покупали за счет регионального бюджета, это оснащали Центры амбулаторно-онкологической помощи патоморфологическим оборудованием, микроскопами, сканирующими, для работы патоморфологических отделений тех учреждений, на базе которых расположены центры, эндоскопическим оборудованием, соответственно, ультразвуковым оборудованием, ну и по различным регионным федеральным программам, не только онкологическим, все ЦАОПы у нас оснащены аппаратами МРТ, аппаратами компьютерными томографами для полноценного обследования наших пациентов. Еще хотел бы поднять тему, которая волнует не только нас, наверное, но и многие регионы, это дефицит молекулярно-генетических исследований. В этом году все объемы были съедены за полгода, и сейчас на данный момент мы выполняем молекулярно-генетические исследования уже не в рамках ОМС, а в рамках включения этих затрат в КСГ за счет средств нашего онкологического диспансера. То есть объемов на молекулярно-генетические исследования катастрофически не хватает, и нужно, конечно же, менять формулу расчета и по потребности проведения этого исследования в связи с развитием прежде всего таргетной терапии, конечно же. Вот так вот у нас выглядят уровни использования КСГ в медицинских учреждениях Республики Башкортостан. 21-й год вы видите, 22-й год распределения. Проблемы какие? Проблемы, они характерны для всех наших регионов. Это прежде всего риски недостижения целевых показателей. Самый сложный показатель для нашего региона доля ЗНО, выявленных на ранних стадиях. Мы понимаем, что мы полностью зависим от первичного звена, от правильной организации, значит, диспансеризации прежде всего. Вот дефицит кадров в онкологической службе, прежде всего в региональной онкологической службе, 50% и ниже мы наблюдаем в региональных ЦАОПах. Вот оргметод работы, конечно же, необходимо развивать для того, чтобы эффективнее работали наши первичные онкологические кабинеты и Центры амбулаторно-онкологической помощи. Дефицит объемов в дневном стационаре – это тоже проблемы, которые касаются, наверное, всех регионов. И надеемся, что на следующий год еще будут увеличены эти объемы с одновременным сокращением объемов в круглосуточном стационаре. Ну, дефицит объемов молекулярно-генетических исследований. Большая, огромная проблема, несмотря на то, что были закуплены современные компьютерные томографы с инжекторами, магнитно-резонансные томографы, но эти аппараты, они работают не в полную загрузку, потому что нет недостаток пока на данный момент объемов для оплаты этих исследований. И здесь, конечно же, это работа с фондом, огромная проводится работа главных нештатных специалистов, радиологов, но и неполноценное использование возможности оборудования – это тоже работа главных нештатных специалистов. Встречаются такие случаи, когда стоит новый современный компьютерный томограф с прекрасным инжектором, а исследования с контрастированием нутровеном выполняются по старинке, либо не выполняются совсем. На мероприятиях по достижению можно, наверное, не останавливаться, они универсальные. Спасибо за внимание. Если есть какие-то вопросы, готов ответить.